Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 февраля, сегодня у меня будет несколько маленьких-маленьких роликов, таких по ходу дела. Вот Елена Солдатенкова написала, большая просьба, сделайте, пожалуйста, видео по благоприятным дням посадок в феврале и марте, по лунному календарю, когда благоприятно сажать помидоры, перцы, баклажаны, всё. Я сразу ещё повторю, что я не сильно придерживаюсь, потому что, смотрите, у нас такая ситуация, вот, например, в марте нынче лунный календарь нам дал очень мало благоприятных дней. За весь месяц 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3 дня. Ясно, что люди не будут сеять только 3 дня, будут сеять и в остальные дни. И если в других месяцах хотя бы 2 периода указывается, а март это вообще, только начало марта и всё. Поэтому я уверена, что многие не будут в марте придерживаться лунного календаря. Но если есть такая просьба, я, конечно, покажу, мне не жалко. Покажу и расскажу. Вот у нас февраль. Сами смотрите. В начале и в конце месяца. Два благоприятных периода для томатов, перцев, баклажанов. Дальше сейчас опущусь на другие культуры. Вот. И неблагоприятные дни. Девятое, 21-23. Дальше пошли. Март. Благоприятных очень мало. Особенно вот для наших, для перцев, томатов, баклажанов. С 4 по 6. Огурцы, кабачки, патиссоны тоже с 4 по 6. Это очень мало. Ну, дальше вот эти вот. Смотрите, сами я читать не буду. Просто медленно буду вести. И в марте неблагоприятных, зато завались дни. Указано 10-е. С 19 по 21-е. Потом 24-е. Ну, а про апрель говорить еще рано. Про апрель скажу потом. Но сейчас, если кто хочет, смотрите и апрель. Но я сразу говорю, что мне вот совсем не подходит в марте 3 дня. Потому что март мы сеем, начинаем первая декада сеять все высокорослые, крупноплодные томаты для открытого грунта. Это большая группа. Их нужно посеять. Потом в середине марта мы сеем средние, спелые. Вот массовый посев идет с 10-го, 15-го марта, 20-го. И в конце марта мы всегда сеем ультраскороспелые. Вот эти скороспелочки сеет тот, кто опоздал, кто не успел в начале марта. И у нас получается, что мы должны сеять весь март, а благоприятных дня всего 3. Но это сами, конечно, каждый сам решает. Напомню, что это лунный календарь для сибирского региона. Но вот неблагоприятные дни, которые я внизу показала, они одинаковые для всех. Потому что полнолуние и новолуние в один и тот же срок доходят, но наступают именно тогда, когда указано. А остальные могут быть расхождения регионально. Потому что я много, очень часто смотрела в одних регионах. Одни благоприятные дни, в других другие. Главное, что запрещенные, дни всегда одни. Ну все, до свидания. Вот это по просьбе Елены Солдатенковой я показала, когда будут у нас благоприятные дни. В феврале и в марте. Если в феврале еще немножко, то в марте совсем мало. Я не согласна так.